И так, ну что ж, Ариру, мои маленькие любители, покушать. Это невероятная сборочка модов для мода Create. И мы с вами снова начинаем проходить увлекательную модификацию. А вернее будет сказать сборочку для модификации Create. Эта сборочка рассчитана под версию 1.16.5. Я уже, если быть честным, начинал когда-то в неё играть и даже начинал записывать. Но, к сожалению, в тот раз ничего не вышло. Но будем надеяться, что в этот раз выйдет что-нибудь более путное. Эта сборочка просто очаровала меня всем своим изобилием контента, который здесь есть. Тут есть уникальные линейки квестов, которые мы с вами не видели нигде ранее. И всё это рассчитано на тот факт, чтобы мы с вами изучили повнимательный мод Create. А впоследствии, может быть, отправились на луну. Что, в принципе, является завершением данной сборочки. Но прежде чем мне куда-то отправляться, мне нужно сначала, во-первых, нарубить дерево. А во-вторых, найти место для базы. Ведь уже о самой сборочке мы будем с вами разговаривать во мере её прохождения. Изначально мы с вами нарубили какое-то первоначальное количество дерева. Здесь мы очутились в не самом благоприятном месте. Но я вижу уже на северо-западе какие-то строения. В принципе, можно будет туда сейчас направляться, чтобы исследовать территории ближайшие. Цели на эту серию я ставлю банально простые. Я надеюсь, что у меня удастся вместе с вами их выполнить. Я хочу уже сейчас, уже сегодня, начинать изучать эту модификацию. А для этого нам, как я уже и говорил, нужно найти место для базы. Мне не передать словами, как я рад снова оказаться в обычном мире и исследовать обычный мир. Это не Марс, к счастью. И у меня будет прекрасная возможность начинать заниматься здесь строительством. Я думаю, у нас с вами это всё успешно получится. У нас здесь есть прекрасная возможность, пока мы возле скалы, надыбать себе немножечко камня, чтобы уже с каменными инструментами отправиться дальше в путешествие. И сразу я здесь, пока нахожусь, хочу воспользоваться модом Tinker Construct. Я очень долго ждал, когда он обновится на версию. Я очень долго ждал, когда он обновится на версию 1.16.5. Хотя я давно это упустил момент, и он давно, наверное, обновился, но я дождался этого только сейчас. Я, по идее, скрафтил два необходимых инструмента для этого мода. Я не думаю, что стоит объяснять, что именно это за модификация и что она позволяет делать. Ведь она позволяет создавать просто невероятного качества инструменты, которые потом можно улучшать хоть до бесконечности. С помощью Part Builder можно строить какие-то пресеты для будущих инструментов. Допустим, я хочу сделать кирку. Значит, мне нужно сделать изголовье, по-хорошему, из камня. Делать также мне нужно рукоятку. Буду я делать её из дерева. И также я сделаю связующий элемент тоже из камня. У каждого материала в этой модификации есть собственные свойства, которыми данный материал будет обладать. И в зависимости от свойства материала будет тот или иной инструмент обладать соответствующими копательными способностями. Допустим, из элементов, которые мы с вами здесь собрали, на Tinker Station у нас получается собрать кирку, обладающую 130 прочности, 2 дамага и майнинг-левел-стоун. Если бы мы собирали, допустим, эту кирку из других материалов, или добавили, допустим, сюда какой-нибудь модификатор в виде алмаза, то майнинг-левел был бы гораздо выше. Но я думаю то, что с Tinker'ом давно все играли, и это не самая интересная модификация в этой сборочке. Хотя не рассказать о ней я, конечно же, не мог. Хотя бы по той причине, что я никогда толком её не распахивал так, чтобы на видео. И, наверное, пора бы уже, спустя столько-то сборок. Уже начинается ночь, и это плохо. О, деревня, всё, замечательно, супер, надо сейчас по-быстрому отправляться в деревню, хотя ночь... Стоп. Ам, вы тоже это видите? Потому что я поселился ровно под каким-то домом. Надо сейчас постараться побыстрее перетащить все инструменты в дом, и там постараться засейвиться. А, тут даже указатель есть. Я вижу то, что 200 блоков там вот есть деревня, и 400 блоков туда тоже есть деревня, это очень хорошо. Так, дом, привет. Я надеюсь, что в тебе есть хотя бы кроватка. Нету в тебе ничего? Ты меня разочаровываешь в доме. Придётся, да, мне, видимо, здесь ночь пережидать. Пока мы здесь, давайте не будем сразу терять время. Я сейчас планирую ещё накрафтить парочку инструментов и тинкера. Моток инструмента из тинкера, который эффективен просто дерева, земли, песка, гравия. В принципе, он будет универсальным у нас инструментом, я думаю, и его нужно будет скрафтить в обязательном порядке. У него также я наголовье буду использовать в качестве камня, а сердцевину в качестве дерева. По-моему, в предыдущих версиях, как минимум, тинкера было так, что древесность сердцевины или просто наличие дерева в инструменте давало ему возможность саморегенерировать со временем. Но как здесь вот, я не знаю, поэтому будем изучать. К сожалению, у этих инструментов очень маленькая сила атаки, поэтому в любом случае мне сейчас нужно будет скрафтить меч также. К сожалению, также он у нас будет пока что из камня. Всё, меч я крафчу, получается обычный каменный меч, более-менее, естественно. И это всё, в принципе, то, что я мог бы сделать из этой модификации. Ну, хотя бы, вот теперь у меня есть более-менее начальный дамаг, что уже радует. Всё равно, пока мы ожидаем, ожидание будет долгим. Я могу вам показать, что, в принципе, есть по линейкам квестов этой модификации. Здесь нас встречает ознакомительный экран с линейками квестов, которые нам говорят о различных возможностях этих модификаций. Если коротко, то здесь нам говорится только о том, что, в принципе, я уже сказал. И также добавляется то, что в этой сборочке есть магазин за внутреннюю валюту, в которую мы можем покупать инструменты, вещи, которые нам не хотелось бы как-то здесь гриндить. В принципе, я считаю даже более-менее правильно. Когда же мы завершаем полностью главу вступления, нам открываются, в принципе, все те главы, которые нам здесь доступны. Доски объявлений, рынок, поставки, обзор, металлургии. Доски — это все те главы, которые нам необходимо получать по мере прохождения. Доска объявлений, рынок и поставки — это торговля. И заниматься ей, я думаю, пока что мы не будем, пока я с ней не разберусь. Я думаю, я так сделаю успешно в следующей серии. А вот с обзорной главой нужно уже заниматься и более-менее продуктивно. Здесь мы за любое бревно получаем награду в качестве чая, но пока мы его здесь открывать себе не будем. Дальше нам предлагается выполнить квест «Большие стремления. Глава 1». Разблокировав его, мы получаем доступ к большим стремлениям, как ни странно. И эта глава нам говорит, что мы могли бы построить в развитии моды Create. Допустим, ферму леса, ферму бедрока, ферму улавливания осадков и так далее. Это те все автоматические фермы, которые позволят автоматизировать те или иные процессы для прохождения этой сборки. Я думаю, это очень интересно. Пока что мы это делать просто не успеем и не можем, по некоторым причинам. А вот задания с подготовлением мы успешно сможем сделать в ближайшее время, как только мы добудем необходимые первые элементы из мода Create. Нам предлагается скрафтить первоначальные, в принципе, все механизмы, которые нам здесь доступны. То есть гаечные ключи, механические смешивания, механические пилы, жернова и так далее. Но это все мы не сделаем без основных элементов мода Create. Это андозитового сплава и комок огола. По факту для них всего нужны водоросли, ламинарии какие-нибудь и комки глины. Это очень легко, это элементарно крафтится и, я думаю, особых проблем не составит. И пока я все это объяснял, как раз у нас настал день. И я думаю, мы успешно можем пойти исследовать ближайшие территории по нахождению базы для жить. Также будем стараться здесь не умереть. У меня сейчас еды не так много. А вот и деревня, которая была там обозначена на указателе. Собираю я здесь, конечно же, кровать себе. Как же без нее? Я также вижу здесь много маленьких голубей. Ну, ладно, пусть здесь они летают. Возможно, потом я буду заниматься тем, что разовью эту деревню и разовью торги в этой деревне. Но пока заниматься этим рано. Я думаю, что это будет не раньше, когда мы пойдем в ад, делаем себе зелеварочную стойку и так далее. А вот первого голема я, пожалуй, убью. Мне стратегически с него необходимы железные ресурсы. Я убил его не потому, что я такой плохой секой, а потому, что это было необходимо. Это железо здесь просто стратегически необходимо. А все банально потому, что получение его на начальных этапах немножечко затронено. Плавя обычную железную руду в печке, будем получать, как ни странно, железные кусочки. А из девяти железных кусочков мы и будем получать именно один слиток железа. То есть у нас идет три железных руды к одному железному слитку, что непозволительно какое-то кощунство. Возможно, когда мы получим кирку на удачу, это как-то изменится. Но пока, к сожалению, это будет именно вот таким вот бесстыдным образом. В этой деревне я сделал все, что можно. И предлагаю отправляться дальше на поиски благоприятного места для проживания. По пути я буду стараться надыбать себе побольше глины. Чтобы потом ее не искать в таких вот местах, где здесь ее на поверхности много. Ну а дальше как пойдет, я думаю. А вот еще один домик я здесь нашел какой-то странный. Он, походу, по тому же типу, что был раньше, но нет, не совсем. Посмотрите, уже алмаз. Вау. Я вижу здесь спуск уже куда-то вниз, в какие-то пещеры. Но я не хочу это изучать. Хотя бы потому, что это все не приведет ни к чему хорошему. И, возможно, мы там просто умрем, не найдя себе места для базы. А мы идти этого прекрасно не хотим. И пока я нашел алмаз, я сразу же хочу его использовать. Я хочу сразу же запихнуть этот алмаз себе в кирку, увеличив ее майнинг-левел до алмазного. То есть, если я все правильно понимаю, теперь эта кирка будет способна не просто ломать железо, а ломать в том числе и обсидиан. По-моему, это более-менее хорошее место. По крайней мере, здесь уже растут ламинарии, что меня не может не радовать. Вон они где-то там. Правда, здесь справа болото какое-то. Мне очень здесь как бы не хочется находиться. Ну ладно, ламинарии мы уже с вами нашли, это хорошо. Я, по-моему, могу выращивать их, неважно в каком биоме. Так что давайте пока что их здесь берем себе и отправимся в другое место в плане места жительства. Так, дикая морковь, здрасте. Здравствуйте, крепость. Тут и пшеница растет, посмотрите на это все. Просто заброшенная крепость посреди леса. Тут так много всего аппетитного находится, что я не могу прям... Ам, ну да, понятно. Возле замка находится деревня. Здесь, в принципе, есть деревья. Не так много всякой растительности. Между двумя деревнями. Думаю, да, нормальное место возле воды. Самое важное, что я хотел здесь себе. Так что пойдет, я думаю, как-нибудь терпится, слюбится. И вот это вот место, если я приходу... Здесь, конечно, есть возвышенности рядом со мной, которые, возможно, мне помешают. Возможно, я их как-то облагорожу под свои нужды. Конечно же, сразу в таком вот варианте я жить не хочу и не буду. Для начала я себе скрафчу, пожалуй, что-то типа мотыги. Начну растить хотя бы какие-то маломальские растения. Займусь здесь себе животными, потому что кожа будет нужна и необходима в гигантских масштабах. И нужно начинать уже строить домик. Я не хочу с этим затягивать и считаю то, что нужно его строить уже в ближайшее время. Морковку я посадил. Немножечко пусть пшеница тоже здесь растет. А мне нужно тем временем начать рубить древесину на те самые доски. Мне очень понравилась идея подобных домов, которые мы здесь видели раньше. И, пожалуй, в таком же стиле я буду строить себе домик здесь. Вот этот вот формат сруба, который мы здесь наблюдаем, по-моему, просто выглядит шикарным образом. Который позволит нам много что перерабатывать интересного, полезного. Но для начала мне нужно, как ни странно, выкопать себе пространство, в котором я буду добывать себе карьерные ископаемые. Заниматься карьером в серии я, конечно же, не хочу. То есть копать самостоятельно на шахту, поскольку это неинтересно, никому не нужно. Но вот место для него приходовать, я думаю, будет в обязательном порядке нужно. Руда рандомиума. Из этой руды выпала рандомная руда из мира Энда. А из нее выпал терракотовый блок какой-то, да? Ну, допустим. Гранит, конечно, это хорошо, но я бы по-хорошему нашел еще Эндезит. А, вот он, да? Потому что из него как раз и будет делаться сплав. Покопался я и тут немножко. Потом это, конечно же, облагородится в плане ступенек, в плане всего необходимого. Но это будет потом. Инструмент чизеля я сделал. Я думаю, его хватит на какое-то время. Стоп. А, это не то! Это не то! Блин! Ха-ха! Я не то скравдил. Это долото, а не инструмент из чизеля. Инструменты из чизеля я могу сделать только из железа. Придется потратить кусочек, хотя оно очень драгоценное для нас сейчас, конечно, но ладно. Я думаю, это будет того стоить. Я открываю правую кнопку мыши этот инструмент, помещаю сюда железо. И, допустим, я хочу вот эти вот блоки здесь себе сделать. И из них начинать строить себе дом. Ну, посмотрите, как это все очуменно выглядит. Просто настоящий сруб. Вау! Вот у меня, кстати, моток сломался. Мой топор лопата. И просто банально с помощью булыжника я могу его починить. И в этом самый, наверное, основной прикол и большой плюс инструментов из мода Тинкер Констракт. Я просто могу их легко чинить. И они по факту будут неломаемы. И за счет того, что я постоянно пользуюсь ими, они набирают свой опыт. Я могу их постоянно улучшать. Тем самым просто делая эти самые инструменты невероятно классными по всех планах. Я, конечно, начал здесь себе строить домик. Но пока строительство идет чрезмерно долго. И пока что мне тратить на это время не хочется. Скорее мне хочется заняться уже поскорее модом чизель. Так, у меня есть ламинарии. У меня есть глина. Создаем здесь себе комочек оголы. Теперь нам нужно эти комочки как-то пережарить. Немножко кирпича я пережаривал здесь себе. Сейчас беру я булыжничек. По идее скрещиваю и получаю андезитовый сплав. И теперь мне нужно начинать крафтить все вот это вот изобразие. Так, механический пресс. Ага, мне нужен стол кузнеца и андезитовые машины. Так, стол кузнеца крафтится, ну, достаточно легко. Нужно лишь железо. Андезитовые машины. Это андезитовый корпус. Ну, не так сложно. То есть любое бревно плюс андезитовый сплав. И кинетические механизмы. Это шестеренки. Пилан. Плав. И тоже бревна. Шестеренки это просто кнопка и сплавы. Хорошо. То есть мне нужно дерево в больших масштабах, в больших количествах. И нужно его начинать тогда добывать. Если честно, мне уже не терпится, когда у меня будет автоматическая ферма дерева. И мне не нужно будет его вот так вот в ручном формате все это добывать. И если я все правильно понимаю, автоматическую ферму дерева я смогу построить максимально уже скоро. Правда, есть один нюанс. Я не знаю, как именно нужно ее строить. Все, пилу мы создали. Я надеюсь, что железной мне хватит надолго. Теперь мне нужно парочка шестереночек. Думаю, стака пока что мне хватит. Так. И кинетические механизмы. Они крафтятся не так много. Так, теперь я должен их объединить с индивидитовым корпусом. А, ну да. Я, конечно же, все рассказываю, рассказываю. Но, по-моему, видеоролики созданы для того, чтобы показывать. И вот за что я влюбился буквально в эту модификацию. Зажимаем С. И вот. Обучение. Что? Как это делается? Зачем это нужно? Это просто невероятно классно. Мы можем посмотреть все это обучение. То, что большие передают на маленькие шестерни все это. Можем остановить. Можем как-то снова воспроизводить. И это описание есть буквально по каждому элемент из мода Кретио. И я думаю, благодаря вот таким вот подорванным гайдам из этой модификации не будет вообще никаких проблем разобраться с этим модом, в принципе, всем. Крафтим андезитовый сплав еще себе. Создаем кинетический корпус. И создаем андезитовую машину себе. А, на столе кузнеца плюс железный блок я буду получать механический пресс. Вам не кажется, сударь, что это слишком как-то дорого? Железный блок я не знаю, когда я смогу получить. Так, а механическая пыла? Это хотя бы делается подешевле. В любом случае, я думаю, что мне придется крафтить пресс. Хотя бы потому, что следующие элементы из модификации, возможно, будут иметь прессованные какие-то листы, которые просто так я скрафтить не буду иметь возможности. В следствии чего пресс мне будет просто банально очень сильно необходим. Я думаю, вот эти вот механизмы, которые нам здесь нужно крафтить, я оставлю, пожалуй, на следующую серию. Нам предстоит здесь еще очень долго развиваться. Не то чтобы монотонно, но для полноценного развития в этой модификации требуется какая-то гигантская гора разнообразных ресурсов. Это, пожалуй, я буду добывать за кадром, чтобы в следующей серии оставить все самое интересное, и мы уже полноценно занялись этой модификацией. Ну и тогда в таком случае пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok